К этим соревнованиям нужно готовиться не просто катаясь в лесу на велике. Это должны быть серьезные скоростные тренировки по сложной трассе. Только тогда можно понять, что такое настоящее кросс-кантри. Когда за деревьями скрылась спина последнего спортсмена, зрители не торопились спускаться с горы, чтобы проследить дальнейший ход гонки, поскольку знали, что на первый 15-километровый круг велосипедисты затратят не меньше 30 минут. И вот по дорожке между соснами вихрем промчалась первая группа спортсменов. Преодолев первые 15 километров, ребята успевали притормозить у буфетного столика, чтобы глотнуть прохладной воды и зарядиться калием. За этим столиком кока-кола, вода и бананы. Вода, естественно, для восстановления водно-солевого баланса, кола тонизирующая, бананчики содержат много калия, что полезно для сердечной мышцы. Пользуется популярностью? Очень пользуется. Или успеваем на ходу. 30-километровая трасса была очень сложной. Она включила в себя скоростные спуски, тяжелые подъемы, искусственные неровности. Перед самым крутым подъемом, где обычно тренируются горнолыжники, не могли устоять даже опытные велосипедисты. Участники слезали с великов и несколько метров шли в гору пешком. Но дистанцию мужественно преодолели все участники титановой педали. На втором круге у мужчин произошла смена лидеров. Вот к финишу приближается номер 77, Пензев Николай. Житель Серова Николай Пензев стал абсолютным чемпионом кросс-кантри. Следом за ним финишировал Дмитрий Тархов из столицы Урала. Да, отличная трасса. Долго ехали в четвером. Уже на втором круге растянулись. К сожалению, не удалось догнать лидера. И вот на финишную прямую выезжает Кавелин Александр. Это наш спортсмен. Он становится сегодня бронзовым призером. Гонки на дистанции 30 километров. И занимает второе место в своей возрастной категории 30-39 лет. Трасса хорошая, пересеченная. Всего есть и опасные технические участки, и подъемы, и скоростные прямые, и спуски. Хорошая трасса. Подготовлена. Организатором ура. Спортсмены из других городов области высоко оценили уровень соревнований по кросс-кантри и поделились впечатлениями. Сложно очень, потому что разметка очень такая неявная. Пару раз я пытался уехать не туда, но вовремя опомнивался и сворачивал обратно. Вначале как бы так быстро-быстро-быстро, а под конец вот здесь, вот уже ближе к комплексу, начинаются такие как бы кросс-кантрийные элементы, типа камней, съезжалок, таких не очень простых корней, бревен, мостиков из бревен. Вот. Это как бы, ну, это хорошо, что они были, потому что если бы их не было, было бы совсем как бы скучно. Женщины также активно крутили педали и не желали уступать друг другу. На протяжении всей гонки лидерство удерживала инженер-конструктор цеха номер 10 в СМПО Светлана Рудова, которая и финишировала первой. Вообще все здорово, весело и тяжело, и настоящий кросс-кантри, и третий круг лишний. Да, ну, кто-то просил три круга, хорошо, что два оставили. Все нормально, один раз упала, все, программа минимум выполнена. Титановая педаль растянулась на четыре часа. Многие не расходились и с нетерпением ждали последнего финиша участников. А те, кто только наблюдал за гонкой в стиле кросс-кантри, в следующий раз пообещали присоединиться к опытным велосипедистам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова